Приветствую всех подписчиков, а также зрителей данного видео. В данном плейлисте мы будем разбирать профессии в игре Project Zomboid. Прежде чем я начну разбирать профессии в Project Zomboid, хотелось бы отметить, что большинство игроков и блогеров не понимают механику получения опыта в игре, и связано это с нежеланием или невозможностью читать форум и официальную википедию по игре Project Zomboid на английском языке, где как раз и расписана механика получения опыта. В игре Project Zomboid персонаж без определенного навыка будет получать лишь стартовые 25% опыта от номинального значения в данном навыке, и при получении одного очка опыта персонаж без навыка получит 25% от номинала, то есть 0,25 очков опыта, тогда как персонаж, имеющий навык в данной профессии, будет получать плюс 75% к стартовому 25%, и в итоге он получит 100% опыта от номинала. Как следствие, это в 4 раза больше опыта, или если бы вы не знали о данной механике, персонаж получал бы плюс 300% опыта, а не плюс 75%, как вы думаете, как это написано в игре. Исходя из вышеизложенного, несложно догадаться, что персонаж, имеющий при старте 2 уровня навыка, получает запись о 100% прибавке к стартовому 25% в определенном навыке, и это уже в 5 раз больше опыта, чем у персонажа без стартовых уровней, а персонаж, имеющий 3 уровня, будет иметь уже 125% прибавку к базовым 25%, что уже в 6 раз больше, чем у персонажа без таковых. В некоторых исключительных случаях можно взять и 4 уровня при старте в определенных навыках, но предел бонуси к опыту ограничен прибавкой в 125% к базовым 25%. Надеюсь, после этого видео твоя логика и объем твоих знаний были дополнены в Project Zomboid, но я все же продолжу говорить об этом в каждом навыке и в каждой профессии, в которой будут прибавки к уровням навыков, пока хотя бы половина людей и блогеров не узнают об этом. Субтитры создавал DimaTorzok